Смотрите, ребят, всем доброе утро. Смотрите, у нас изменения в спальне. Какое красивое теперь у нас изголовье. Идеально сходится с нашим интерьером. Да? Мика! Прям красота. Что ты сделал? В смысле? Что ты сделал? Ничего. Что с тряпкой ты сделал только что? Вообще ничего. Мику, потрогай! А ну-ка, дай я её потрогаю. Та не надо её трогать. Нет, а ну-ка, дай я её потрогаю. Что ты с ней сделал? Ничего. Дай я потрогаю. Мика! Мику! Дай потрогаю тряпку. Мика! Я Андрея просто рываю, у него какая-то привычка. Но у него просто так родители, если протирали, пыль убирали, то они протирали всегда водой. Мне это не нравится, потому что пыль должна убираться средством. В общем, чтобы было чистый. Запах оставался не воды, а чистоты какой-то. Поэтому я её выругаю за это. Иди посмотри, там, в городе. А где тряпочка? О, она пришла! Да? Да. Пронто, пронто. Пронто, пронто. Чуть-чуть на тряпочку напшипал и так протёр. Нужно всё убрать с подоконника. Зай, так найди Мику. Ты что, смеёшься? Господи, ребят, наконец-то, наконец-то. Ребят, мы решили сделать приятное. Я сказала, давай или это, цветы подарим. Андрюша согласился. Так тебе приятно? Очень-очень приятно. Андрюша ломал очки, фиолетовое что-то и всё. Да? Всё. Нет, очень-очень красивый букетик. Смотрите, какой мне букетик притащили красивый. Спасибо. Это вам объединили. Да, спасибо, очень приятный. У меня появилось вдохновение. У меня просто я прям страданием была, потому что я уже столько времени стараюсь написать. Ай, блин, а ещё не можно, я вермишельку не бросила. А? Это уже не было. И надо добавить чуть-чуть кипяточной водички. Потому что выкипел сочек. Раз. Два. Разлила? Да. Я ещё не кипела. Четыре. Сейчас воды кипятка добавим. Короче, я уже, нам нужно в ближайшие дни сдать прям уже отчёт по практике. А я что, не сяду, я не могу ничего написать. Просто вот сажусь и не могу ничего написать. Ну, нет вдохновения, не знаю, что писать. Не понимаю, как мне это оформить. И вот просто бывает такое, когда вообще нечего написать. Да ты вообще не знаешь, как это начать. И просто садишься, то посмотришь в экраны, и у тебя ничего не получается. И сегодня у меня появилось вдохновение. Я сейчас сижу, сделала уже практически полностью первый раздел. Осталось ещё два. Во втором я знаю, что писать. Потому что во втором я пишу просто нашу работу. В третьем мне нужно будет связать эту нашу работу и описать, как это связано с моей дипломной работой. То есть мне нужно связать там это всё. Ой, ну короче, да. Там тоже такой типа сложноватенький. Но я это сделаю. Я уже, в принципе, что-то там придумала, надеюсь. Просто третий раздел у меня будет очень маленький, небольшой. В котором я пишу, что типа, и теперь я могу приступить к диплому. Ну? М-м-м-м, очень вкусный сырчик. Надо сейчас ещё поперчить его чуть-чуть. Прям очень-очень вкусно. Мика у нас на солнышке. А, кстати, мы нашли листик. Всё, порядки с ним. На. Вредина чуть-чуть. Не отзывалась просто. Так что, всё в порядке, короче. Получила по жопе. Теперь греет свою жопу на солнце. Ну, сейчас будет очень-очень вкусный супчик кушать. Дружь, яблочек. И я уже очень хочу его. Что-то такие вот дела. Вот такой же стены. Закончила первый-второй раздел. Скинула его. Надеюсь, завтра проверят. И всё у меня хорошо. И не нужно ничего исправлять. Ну, если типа какие-то ошибочки, то типа ладно. Но я надеюсь, не придётся переделывать работу. Так что, вот такие вот дела. А потом ещё мне нужно будет сделать третий раздел. Но третий я пока ещё не придумала, как мне сделать. Потому что у меня тема видеоблоги. Рекламу, думаю, сняли. Ну, блин. Короче, надо что-то придумать. Связанное с издательством. И чтобы это соответствовало моей теме. Короче, я пока не придумала. Но вдохновение есть. Надеюсь, завтра проснусь снова с вдохновением. Его не потеряю. И всё будет хорошо. И я закончу делать работу. Потому что мне нужно помочь ещё сделать работу Андрею. Вот, вот это не самое такое приятное, что может быть. Так что, да. Да, собакина? Собакина, 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 собакина. Такая сладкая собака. Такая сладкая собака у нас. У нас очень, очень, очень сладкая собака. Сейчас застелен плед, который она обозает. Обозает, блин, обозает. Да, псиновая? Моя девчина. Нам нужно поехать сейчас в магазин, потому что у нас кроме супа ничего нет кушать. А, я знаю, что нам Андрей сегодня сделает. Зай, я знаю, что сделаешь ты нам на ужин. Что? Суши. Одиннадцать. Андрюша дал мне задание на лошадь. Двенадцать. Двенадцать. Четырнадцать. Двенадцать. Шесть. Давай начинай сначала. Один. Два. Двы. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Давай ты сможешь. Короче, да. Все, Андрей приготовил нам на ужин суши. А я... Ну, я завтра уже пожаренном кирпе, скорее всего, куплю. И дебиточки. Посмотрим, что-то куплю. Сейчас слаживаю мастерку, которая высохнула сегодня. И... Все. Мы едем в магазин. Возможно, где-то прогуляемся. Вот такие вот у нас планы. Да, конечно. Но вы еще даже не представляете, как я задолбалась с этой практикой. У нас отчетная практика была очень крутая, очень интересная. А вот отчет по практике готовить, это вообще очень не круто и очень неинтересно. Понравилось? Я с этим справлюсь. Пила, я там тоже делась! Поздравляю, давай пять. Ба! Молодец. Ну что, едем сейчас в Монметро, а потом, возможно, съездим к родителям Андрея в гости, или поедем прогуляемся, посмотрим, чем мы займемся. Мы, короче, тут сейчас тестируем подарок Андрея, его родители на день рождения сделали подарочек, да? Подарили видеорегистратору машину. Сейчас включили и посмотрим, что он себе представляет, как снимает. Так что, прикольная штучка. Так что, вот такие вот у нас дела. Пироги. Пироги? Пироги. Во-первых, это прям как Катя говорит. Она так говорит? Вообще-то это как этот самый говорит. Вот такие вот у нас пироги. Знаешь, кто такое говорит? Во-первых, хотела показать, смотрите, какие красивые облака. Очень красиво. И смотрите, какая собака. А сзади какой закат красивый. Да, вон в окошечке видно. Очень красивый. Сейчас так не видно, а вот так вот. Давай кружочек есть, не проеду, покажу. Кружочек? Кружок, закружусь, да. Андрюша любит так круги наматывать, когда мы пропускаем поворот, например, если он не понял. Да. Я вообще обожаю круги делать. Знаете, как это? Осторожно, ямка. Неприятно. Сейчас будет очень красивый закат. Просто божественно. Ну что? Вот. Ага. Красиво очень. Да. Все, теперь едем. Все, все? Нет, меня уже укачало. Мы часто делаем такие круги, а потом ржем, потому что представляем, как люди, которые наблюдали за нашей машиной, например, реагируют на то, что мы проехались круги, поехали и все спокойно дальше. Это этот самый флешмоб можно такой организовать. Это ж будет такая пробка, ты прикинь. Отлично. Супер. Да? Да, так что и едем. Мы так все ехали на московском у нас дом. Короче, парень какой-то залез прямо на верхушку эту, его сняли. Там пожарная машина стоит, а полиция их сняли, короче. Что-то все моргает. Выживую люпу моргает. Короче, смотрите на небо. Очень-очень красивое. Едем мы уже домой. Были в гостях и хотела показать сегодня какой-то светлый Киев. Прям вот, я имею в виду не светлая, то, что типа нет пасмурной погоды, нет никакого тумана. И ясно-ясно. И видно все дома освещаются. Очень что-то красивенько. Едем мы домой, Андрей мне будет сейчас крутить суши, а я буду красить ногти. Так что, вот такие вот у нас планы. Но еще у меня распалился вверх-внизу. Вверх-внизу. Потому что, кажется, опять путь мудрости себя дает знать. Даже когда они у меня вылезут. Тут что-то они у меня лезут, лезут, а никак не вылезут. Причем не один еще. Они все где-то аж шевелятся, что-то у меня там болят. Но никто из них не вышел и не сказал привет. Я родился. Хорошо, едем мы домой сейчас. Блин, у нас кофе закончилось. Ну как, еще и перемолотый есть кофе. Мы все никак не купим кофе. Молоко закончилось. Поэтому я утром буду пить утром кофе вообще без молока. Ну мы конечно можем сейчас заехать в ДТП, но там нет нашего молока. Да, я не хочу другое. Это опять ДТП? Да? Опять ДТП. Кто такой? А? Кто такой? Кто такой ДТП? Дорожно-транспортная пригода. Опять ДТП? Ага. Короче, вот такие вот у нас дела. Ездим, слушаем музычку. И едем домой. Да? В Майами. Ну я не слышу эту песню. Мы приехали домой. Сейчас распаковывают. У меня есть продукты. Мы купили помидоры на ветке. Они прям безумно пахнут. Это же прям вкусно натуральными помидорками. Потому что я когда даже набирала их, ну там руки все пахли прям помидором. Первая килограмма колбасок. Посмотрите, мне не приходится готовить. Ни биточки, ни котятки. Потому что у меня муж предлагает, давай мы пожарим колбаски. Рассказывает про колбаски. Купили мне, наконец-то, гранулу. Дали такой экзотический микс. Я буду ее заправлять этим. Вот таким вот, вот таким вот емом. По-моему, как раз для этих, для всяких завтраков. С хлопушками, всяким таким. У меня есть хлоп, я буду расправлять гранулу вместе с хлопком. Так, готов. Набрали ваточек, наконец. Я нормально потру лицо тониками, материалами. С всякими штуками. Купили сирочки. Сегодня добавят Андрея 1 суши, 2 мы скушаем просто так. Так, взяли Актуаль, Лактосик. Они обновили в этом году дизайн. Мне он безумно понравился, да? Триконненький. И взяли огурцы. Это, в принципе, все. Еще хлебушек у нас есть, все у нас есть. Единственное, что мы не купили, это молоко и кофе. На кофе мы немного не покупаем. Вот так, и сусор. Ну что, право, просто кофе получилась небольшая. Продолжение следует...